Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, сегодня мы посмотрим с вами The Forest. Что я об этой игре знаю? Смотрел один трейлер и слышал лишь то, что эта игра будет во-первых про лес, во-вторых она будет про выживание. Что ж начнем. Так и мы собственно летим в самолете. Это судя по всему наш ребенок. А я очень несчастный одинокий отец. И похоже на разгерметизацию. Мы пролетаем над горами. Оооо, нос самолета оборвался. Ёпце. Да, похоже мы упали. Ёпце. Ты кто? Положи моего сына. Слышь. Тварь, ты куда? Походу он украл его. А мы ничего не смогли сделать. Ну, как завязка сойдет. Так, что тут можно сказать по стабильности игры? 10 фпс. Размытие при повороте камеры. Это у меня... Камень. Откуда у меня камень? Ну ладно. Как это... Как это спрятать-то? Ну хорошо, предметы подбираются на кнопку Е. Причем я абсолютно не знаю, что я подбираю. Скорее всего это какую-то еду. Нажмите И, чтобы посмотреть. Так, все это у меня есть. Ага. Survival Guide. То есть, какой-то справочник по выживанию. Это... Зажигалка. Ну это понятно. Это напитки и... Камень. А это что? Херпус. А как приседать? Приседать можно? Можно. Ну что? Открывайся! Это работает ли? О, смотрите, это работает. Чего-чего? Вот такого я не ожидал. То, что камнем можно будет вскрывать замки, это прикольно. Это размытие графики, оно меня, мягко сказать, раздражает. Постараюсь это исправить как-нибудь. Или сделать это более плавнее. Но я так посмотрю. Удобные, в принципе, индикаторы здоровья. Там голода. Это, я думаю, выносливость. Там белая полоска. Потом... Хлубая... Это вода. Он убил этим топором стюардессу. Да, похоже, у нас не очень удачная посадка получилась. Я никого не вижу. Так что, в принципе, можно это сейф-зоной считать. Давайте походим, посмотрим, что есть. Так, у нас тут есть камни. Я так посмотрю. Давайте наберем. Возможно, они нам пригодятся в чем-то. По-любому тут есть крафтинг, если это игра про выживание. Просто посмотрим, как он реализован. Так, камушки, камушки, все какое-то ерунда. Сейчас попробую еще... О, зайцы бегают. Сейчас еще попробую покрутить немножко графоний. Ну вот. Пришлось убрать довольно много эффектов. Но, по крайней мере, я теперь чувствую получше игру. Ты. Тебя можно так открыть? Да, судя по всему, можно. Так, давайте пособираем какие-то пожитки. Что тут у нас есть? Потому что, я думаю, оно нам все пригодится. Так, ягоды пока собирать нельзя. Может, их вообще собирать нельзя? Откуда я знаю? Так, камней, я так понял, больше брать нельзя. Ну что ж, давайте осмотримся, что ли. Вот. О, смотрите-ка, береговая линия. Похоже на то. Так, о, что-то. Тут еще сумки есть. Кролик. Ну ладно, хер с ним, с кроликом. Заберем еще немножко... Всяких сумок тут. Точнее, сумок припасов. Ну, система-то-то интересная, что мы так открываем. Но я смотрю, прочности у топора нету. Топора, стой! Мда. Что-то я как-то очень, очень метко бросаю это все. О! А ты кто такой? Мать твою! Мы взяли его руку. Мы взяли его голову. И тут... А? То есть, ее нельзя бросить? Ха. Это забавно. Я, например, вижу топор. Так. Давай-ка. Пожалуйста, топор в руку. Да? Ну, хорошо. Врагов можно расчленять. И это... Это... Это хорошо. Это мне нравится. Вполне себе. Так. А что это? Это нельзя никак не срубить, не сорвать. Эм. Повсюду сумки валяются. Так. Тут немножко бухла и тряпки, по-моему. Прошу прощения. Немножечко голос барахлит. Надеюсь, от этих ягод по носу у меня не будет. Так. Ладно. Что это такое? Я вижу лодку. Возможно... Возможно, я смогу выбраться таким образом. А тут полно этих... Трупов. Людей. Поэтому, пожалуй, я их лучше вот так вот разберу. По частям. Чтобы не возникало каких-либо вопросов. Так, это акула. Она уже все. Она уже гнилая. Ее даже разрубить нельзя. Ой, чайки. Какого хрена? Успокойтесь. Я не буду трогать вашу еду. А вы не трогайте мою. Я могу плавать. Вот это меня интересует. Да, я могу плавать. Это очень-очень хорошо. И мне, я думаю, пригодится вот эта яхта. Даже если она не рабочая, я, возможно, устроюсь в ней именно на ночлег. Так, ну тут полно всяких приколех. Оно мне, оно мне надо. Но почему я не могу выбрать тряпки, тряпки? Это очень хорошо. Чайка. Мать твою. Ой. Текстуры. Чайк нельзя убить. Это дичайший просчет. Ну ладно, ладно. Судя по всему, мне не дадут тут устроиться на ночлег. И чайки, и всякое говно. Но если что, я смогу явно тут переждать. Так. Нажмите B. Ну сейчас выберусь на этот самый. На берег. И тогда нажму и B, и C, и Q, и все, что захотите. Так, я уже даже немножко хочу жрать. Немножко хочу пить и немножко хочу жрать. Так. Basic survival tutorial. Что это такое? Мне нужны, во-первых, 6 палок. Во-вторых, 4 камня. И 4 колоды. Что это такое? Какой-то навес. Типа кемпа. Хорошо. Что это такое? Чтобы развести огонь. Нужны листья и нужны палки. Пока что достаточно. Теперь давайте-ка нажмем И и посмотрим, что у нас есть. У нас есть камни. У нас нет палок. Вообще нет палок. Это плохо. Но у меня есть топор. Значит, я смогу их добыть. Слышь, мясо. Какие у вас странные зубы, да? Смотрите, они... Они их затачивают. Я не могу его разрубить почему-то. Ну окей. Ладно. Ты сувенир. Да. Давайте-ка спилим какое-то дерево. Надеюсь, это возможно. Так, что это такое? Угу. А, посмотрите, кстати, на землю и обратите внимание, что это не текстуры. Это... Каждый камешек. Он, мать вашу, сделан. Что, рубается? Нет? Это что-то не похоже. Хотя, не, вот смотрите, попадает. Ох, ёпта. Я прорубал. Так, а ну, хорошо. Ты, я не знаю, чё. Выпей соды. Там, подыши. Всё будет нормально. Так. Так. Ну, это круто. Это, честно говоря, очень круто. Э? Я думаю, я услышу, когда оно начнёт падать. Ой, блядь, бежим нахуй. Хорошо. Так. Подняли. Ага, подняли и... Ну, хорошо, подтаскали тогда. Я, пожалуй, устроюсь на берегу, потому что это лучшее место. Так. Давайте где-то вот здесь вот. Никуда не уходи. Так. Так. Ну, пока что такой Майнкрафтик, знаете, только очень красивые обёртки. Это чё, всё, что ли? А, не, вот ещё. Звуки природы. Это, конечно, всё очень-очень... Ёпта. Ты чё, блин, конченый? Ну, тварь, ты чё, на меня напасть... Напасть решил? Ой. Где он? Он меня откинул. Он меня... Он меня... Он меня убил! Сука. Это всё? Э-э-э-э? И юзззайф? Что? Где я? Я нихера не вижу! Ёптвою мать! Похоже, мне... Ёпс! Они чё, совсем больные, что ли? Так, ну-ка, гамма... Гамма есть? Гаммы нет! Гамма... Блин. Очень плохо. Нихера не вижу. Ооо! Ооо! А, блин, я думал, это револьвер. Мг, хер там. Револьвер. Эй-эй-эй! Ты ещё попробуй мне потухнуть. Так, ну я бы остался жить, в принципе, вот этой щели, но... Вряд ли мне кто-то разрешит. А, это не просто темно, это всё прорисовывается. Так медленно. Хорошо. Слышь, можно взять вот этот череп вместе со свечкой? Похоже, что нет. Так, ну давайте ориентироваться по свету. Ой, там ещё что-то под ногами валяется. А цель лица? Нет, цель лица низа. Ладно, идём на свет. Идём по приборам. Похоже на медикаменты. Так, давайте-ка захаваем, чё. Ну, для начала нужно выпить. Так, и чё-то бы захавать. Но у нас... У нас из-за хавать только... Хотя не нужно, я думаю. Давайте какой-то медикамент ебаню. Может, легче станет. Я не уверен, конечно. А вдруг? Вот. О! Правильно. В жопу это говно. Теперь у нас есть топор. Да не то ты взял. Ей-богу не то. Что-то было. А где топор? Верни мне топор. Туда. Ага, то есть, две штуки подряд я взять не могу. Ну, ладно. А фаер я могу использовать, в принципе, как... Ну, по прямому его назначению. Похоже, что нет. Ладно. Это довольно-таки плохо, и... У меня кончается свет, судя по всему. Это плохо. Восемь. Девять. А что это за счетчик идет? Это мы трупов считаем? Или как? Бля, я, походу, заблудился. Что за хрень? Десять. Нужно 130 найти. Моня не воодушевляет вообще никоим образом эта цифра. Блин, где свежие трупы еще? Где уже такие карамелизованные? Господи. Как отсюда выбраться? Мать вашу. Я, похоже, реально заблудился. Так, тут просто камни. Надеюсь, сжигалка полная. О! Хорошо. Я уж думал, все. Пипец. Эм, сундук, который... Ладно, судя по всему, от него никакого толку, никакой пользы. И сюда не попасть, а господи. Где же тут выход? Блин, я тут смотрю, чемоданы... И эти самые... Чемоданы, саквояжи. Ну... Если чемоданы еще на берегу были с этого самолета... То вот, например, саквояжи. Я сомневаюсь, что из этого самолета... И, скорее всего, сюда уже попадали люди. Но, соответственно, не вернулись. Что за хрень? Че это такое? Я ж зажимаю Ctrl. Простите. Что это нахер было такое? Ай-яй-яй, свет, 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 верните мне свет. Свету верните. Без света плохо. Короче, что мы выносили из этого урока? Этим туземцам... Так, текстуры. Прогружайтесь, пожалуйста. Этим туземцам лучше вообще не попадаться. То есть, даже не давать себя ударить. Потому что один удар и все. Что, блядь, происходит? Почему все мигает? Ладно, пошли туда. Что... Это... Такое. 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 На, блядь. Пошел в жопу. А, вы посмотрите, он живой. Господи, су-си. Что это за говно? Пошли вот туда, к бочке. Бочке, к бочке, к бочке. Быстро, быстро. Бочка исчезла. Нет. Нет, нет. А куда идти? О, там какой-то свет. Туда давай. Да это текстуры. Текстуры. Эээ? Все. Это... Мне кажется, это смерть. Я ничего не вижу. Ничего не понимаю. Какого хера? Find some medicine. Ээ? Ага. Ага. То есть, вот так, да? Угу. Это было интересно. Это было очень и очень странно. И даже, как это сказать, забаговано. Потому что текстуры, которые прогружаются, хер знает когда, хер знает куда. Где графика просто стоит вот сейчас на... Да ёпта. Все стоит, в принципе, на среднем уровне. Может, даже на низком уровне графики. Кастомно я выставил. Игрушка как-то странно себя ведет. Хотя по всем системным требованиям комп ее хавает. Странно это все. Очень странно. Будем спирать это все на то, что это все-таки альфа-версия. Но задумка мне крайне-крайне-крайне. Крайне понравилась. Потому что, ну, в принципе, как вы видели, вот этот дневник. Эээм. Там, крафтинга. Все было на высшем уровне. То есть, там можно было построить дом. Какой-то навес. Там костры разводить. Скорее всего, можно было даже мясо там готовить. Я, правда, зверушку так и ни одну не убил. Но, тем не менее. Как-то так. Знаете, вот первое впечатление от этой игры. Это, возможно, какой-то очень хороший Майнкрафт. И в новых хороших тонах. Потому что вот система крафта меня действительно удивила. Очень бы хотелось в это поиграть. Но как-то с более продуманным, что ли, управлением. И, может, даже с пониженной сложностью. Потому что один удар и все. В реальной жизни, если вас один раз втащат, вы сможете жить дальше. Поверьте мне. Если вот такая вот херня вас втащила, то я бы голыми руками, наверное, забил. Тем более, что вы последний, судя по всему, выживший на этом острове. Вот такое вот какое-то смешанное впечатление от этой игры. Я еще немножко посмотрю на форумах, почитаю, что, почем, зачем. И, возможно, какие-то патчи или другой репак. Потому что эта игра скачана. Она продается в стиме, не помню, по-моему, за 600 рублей. Вот, эта игра скачана. Возможно, это проблема только этого репака. Но посмотрим. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. Это игра The Forest. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых видео. Всем пока.